Здравствуйте! Сегодня мы продолжим заниматься уравнениями Гамильтона. И если в прошлый раз мы говорили о гамильтоновых уравнениях, о том, как они записываются, о том, что такое скобки Пуассона, как с помощью скобок Пуассона находить первые интегралы системы канонических уравнений Гамильтона. А сегодня мы поговорим о канонических заменах. Итак, система уравнений Гамильтона записывается вот в таком виде. В прошлый раз мы это получали. КУИТ обобщенные координаты, ПИТ обобщенные импульсы. Система уравнений записывается вот таким образом через функцию Гамильтона H. H зависит от P1 и так далее, PN, Q1 и так далее, QN. Ну и может зависеть от времени. Как мы видим, здесь система 2N уравнений первого порядка, разрешенных относительно производства. И рассмотрим преобразование, переход от старых координат и старых импульсов к новым координатам и импульсам, которые будут записываться в таком виде. КУИТ равно КУИТ от... Ну я напишу в общем виде от P, Q и T. И точно так же P и T. Вот их в отличие от маленьких я буду обозначать с черточкой внизу. ПИТ большое, есть ПИТ от P, Q и T. И меняется от единицы до N. Будем считать, что сами эти функции... Мы будем считать, что функции Q и T и P и T и равно 1 и так далее, N. А также их производные... Их производные по входящим в них переменным. Их производные ограничены и непрерывны при T. T ограничены и непрерывны при T больше либо равно T0, где T0 начальный момент, с которого рассматривается движение. И более того, предположим, что возможно найти обратное преобразование. То есть, Q и T старые. Есть Q и T от P большое, Q большое и T. И P и T старые. Есть P и T от P большое, Q большое и T. И меняется от единицы до N. Так вот, дадим определение. Определение. Преобразование. П и T равно P и T равно P и T от P маленькая, Q маленькая и T. И Q и T равно Q и T. От P маленькая, Q маленькая и T. Так вот, это преобразование называется каноническим. Если канонические уравнения. Я их обозначил звездочка. 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 Гамильтона H от P маленькая, Q маленькая и T. Переходят в канонические уравнения. В канонические уравнения. Относительно переменных. P и T большое, Q и T большое, в канонические уравнения относительно переменных P и T большое, Q и T большое, вида. Итак, какой же вид имеют эти уравнения? Да в точности такой же. Вот я напишу его на свободном месте. D, Q и T по D, T равно минус D, H по D, Q и T. D, Q и T по D, T равняется D, H по D, P и T. Другая с вообще говоря другой функцией Гамильтона. Гамильтона H от P большое, Q большое, ну и тоже от времени. Важно, что уравнения сохраняют этот вид. Вот этот общий вид. Сама функция Гамильтона может измениться. Может измениться. Так вот, оказывается, что для того, чтобы проверить, является ли, вот у нас, допустим, есть замена переменных. Вот в явном виде указано зависимости новых координат и новых импульсов от старых координат и импульсов. Так чаще всего бывает вот в тех задачах, которые сформулированы в различных задачниках. Замена указана явно. Как же тогда проверить, является ли она канонической или нет? Так вот, оказывается, для проверки каноничности замены существует так называемый критерий каноничности. Доказывать его мы не будем, но некоторые, вот предполагая, что он выполнен, убедимся, что замена, которая удовлетворяет критерию, действительно переводит исходные уравнения звездочка в уравнение вот вида... Давайте их обозначим две звездочки. Вот уравнения при выполнении критерия каноничности действительно сохраняют свою вот гамильтоновую структуру. Ну а теперь критерий каноничности. Я вот это все сотру и сформулирую его на центральной части доски. Теорема. Критерий Каноничности Замены. Итак, формулировка. Необходимым и достаточным условиям. Саму замену обозначу цифрой 1. Каноничности Замены 1. Является существованием Такой функции С. С зависит от... Обычно зависит от старых и новых координат и времени. Такой функции С. И такой постоянный С, отличный от нуля. Что тождественно Выполняется Равенство Что тождественно выполняется равенство С. Сумма по И от единицы до Н ПИТ ДКИТ Минус С Сумма по И от единицы до Н ПИТ ДКИТ Плюс Минус С С Аж старая Минус Аж новая ДТ Равно Минус ДС Вот Если Находится Такая функция С И такая постоянная С Что тождественно Выполнены Вот такие вот Вот такое вот Условие Тогда замена Является канонической Функция С Договоримся о Названиях О понятиях Значит С Называется Производящая Функция Канонического Преобразования С помощью нее Находится Соответствующая Замена Переменных Каноническая Что значит Находится Наука О Канонических Преобразованиях Немножко Различна В том смысле Что Как это Сформулировано В задачах Из задачника И что В действительности Хочется Найти Когда мы Сталкиваемся С какой-то Реальной Задачей По динамике Гамильтоновых Систем Обычно В задачнике Уже Задана В явном Виде Замена Переменных Которая Приводит Заданную Данную Изначально Функцию Гамильтона К какой-то Новой Функции Гамильтона Вот этой Вот Аж Новая В действительности Ж Когда мы Говорим О Каких-то Реальных Гамильтоновых Систем Системах У нас Нету В явном Виде Замены Мы должны Ее построить А что Же у нас Тогда есть К чему Мы Стремимся А стремимся Мы К тому Чтобы найти Замену Такую Что Новая Функция Гамильтона Вот это Аж Новая Приводится К какому-то Очень Очень Простому Виду Такому Что Если мы Располагаем Функции Гамильтона Такой Простой Мы Легко Уравнение Гамильтона Проинтегрируем Об этом В частности О методе Гамильтона Якоби О переменных Действиях Угол Мы будем Говорить Чуть Дальше Ну а Пока У нас Все-таки Мы Решаем Мы должны Научиться Решать Задачи Из Задачника Поэтому Будем Считать Что Замена У нас Задается В явном Виде И В этом Случае Как Действовать Как Поступать Как Проверять Критерий Каноничности Сегодня Об этом И пойдет Речь Итак Про С Было Сказано Она Функция Как я Уже Сказал Старых Координат Новых Координат И Времени Постоянная С Называется Валентность Преобразования Говорят Что Преобразование Уневалентно Если С Равно Единице Если С Равно Единице То Преобразование Называется Уневалентно Так Вот Это Наименование Скажем Так А как же Теперь Что Теперь Следует Из Критерия Каноничности Ну Давайте Распишем В явном Виде Дифференциал Функции С Стоящий Справа С учетом Того Что Сама Эта Функция Является Функцией Старых Новых Координат И Времень Итак ДС Я продолжу Здесь Знак равенства И Напишу Минус Сумма По И От Единицы ДН ДС По ДКУ ИТ Большое ДКУ ИТ Минус Сумма По И От Единицы ДН ДС По ДКУ ИТ Маленькое ДКУ ИТ Минус ДС По ДТ ДТ Мы Расписали Вот таким Образом Дифференциал Приравняем Теперь Выражение При Одинаковых Дифференциалах Итак Получим Получим ДС По ДКУ ИТ Равно Минус П ИТ ДС По ДКУ ИТ Маленькое Равно Константа С На П ИТ И Наконец Приравнивая Выражение При ДТ Мы Получаем H Новая Равно ДС По ДТ Плюс Константа На H Старая Вот что Получается Вот что Получается Значит Мы Будем Считать Что Значит Будем Считать Что Для Функции С Выполняется Условие Д2С По ДКУ Житая Маленькая ДКУ Катая Большое Вот такой Определитель Отлично От нуля Здесь Ж ИК Единицы До Н Зачем Это нужно Тогда Совершенно Очевидно Что Первая Группа Соотношений Тогда Из Первой Группы Соотношений Получаем КУ ИТ Равно КУ ИТ От П КУ И Времени Подставляя Во вторую Группу Вот в эти Соотношения Находим В явном Виде Замену Старых Координат И импульсов Через Новый А в результате При подстановке В дальнейшем Этой же Замены Функцию Гамильтона Находим Как Новая Функция Гамильтона Зависит От новых Координат Новых Импульсов И времени Вот Какой Подход Вот Какой Подход Итак А все Таки Хотелось Бы Понять Хотелось Бы Понять Хорошо Вот Эти Вот Вот Эти Вот Соотношения Назовем Переменных Три Мы сказали Что именно С помощью Этих Соотношений Задается Замена Являющаяся Канонической А вот Это Сейчас И проверим Проверим Что Соотношениями Три Задается Замена Переменных От Старых Координат И импульсов П Маленькая Ку Маленькая К новым Координатам И импульсам П Большое Ку Большое Таким Что Уравнения Принимают Гамильтонов Вид С функцией Гамильтона Вот это И вот Аш Новая Вот это Мы сейчас И проверим Теперь Сформулируем Так Тритерий Каноничности Ну я его Я его вот сюда Перепишу Он нам сегодня Понадобится Неоднократно При решении Задач Сумма По их От единицы До n П и т Д Ку и т Большое Минус С Сумма По их Единиц Это n П и т Д Ку и т Маленькая Плюс С Аш старая Минус Аш новая Дт Равно Минус Дс Вот Критерий Его Вид Тоже Неоднократно Сегодня понадобится Поэтому мы его На отдельную На отдельное место Напишем Так Ну и Сейчас Сформулируем А собственно Что мы сейчас Хотим Доказать Что мы сейчас Хотим проверить Итак Формулировка Если Канонические Уравнения Звездочка Вот эти Исходные Преобразуются 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 К новым Переменным Посредством Замены Удовлетворяющей Условия Три То Уравнение В новых Переменных Приобретают Приобретают Каноническую Форму Каноническую Форму ДКУИТ По ДТ Равно Минус ДН По ДПИТ Прошу прощения ДКУИТ По ДТ Равно ДН По ДПИТ ДПИТ По ДТ Равно Минус ДН По ДКУИТ Так С Функцией Гамильтона H Равный ДС По ДТ Плюс Константа H В которой Координаты Напишем Так Напишем в кавычках Старые Координаты Старые Координаты И Импульсы ПИТ Маленькая КУИТ Маленькая И От единицы До Н Должны Быть Выражены Должны быть Выражены Через Новые Координаты Импульсы ПИТ Большое КУИТ Большое И Меняется От единицы До Н Вот Формулировка Таким образом Мы проверяем Что Если Замена Удовлетворяет Вот этим Условием Непосредственно Следующим Из критерий Каноничности Эквивалентным Критерию Каноничности То Соответствующая Замена Действительно Будет Гамильтоновой Действительно Будет Канонической В том смысле Что уравнения Будут иметь Гамильтоновую Структуру Вот это Сейчас И проверим И Начнем Мы с того Что Рассмотрим Такое Выражение Вот будем Считать Что уже Все Замена Была Найдена Мы нашли Обратную И выразили Старые Переменные Через новые Тогда Рассмотрим Функцию Такую С Д Аж По Д П И Т Большое Как я уже Сказал Пусть Замена Была Найдена Таким Через Через Новые Координаты И Импульсы Что Это Означает Я могу Написать Данное Выражение Следующим Образом Сумма По Ж От Единицы До Н С Д Д По Д К Ж Т Д К Ж Т По Д П И Т Большое Плюс Сума По Ж От Единицы Н С Так Д Аж По Д П Ж Т Д Ж Маленькое По Д П И Тому Большому Теперь Вот эти Частные Производные Д Аж По Д К Ж И Д Аж По Д П Ж Мы Можем Из Уравнений Выразить Вот у нас Уравнение Поэтому Перепишем Данную Данное Выражение Перепишем Таким Образом Мы Будем Преобразовывать Слева Так и будет Оставаться Д С На Д Аж По Д П И Т А справа Мы будем Каждый раз Правую часть Преобразовывать Поэтому Сейчас Дойдем До низа доски И снова Сверху Начнем Итак С Д Аж По Д П И Т Равно Сумма По Ж От Единицы До Н Так Данное Гамильтон Выражение Выражение Вот это Вот Значит Будем Найдем С Д П Житая Маленькая По Д П И тому Большому Найдем Запятая Используя Три С Д П Житая По Д П Итая Фактически Нам нужно Вот эту Группу Уравнений Вторую Группу Уравнений Продифференцировать По П Итому Большому Как бы Правая Часть Уже Написана С Д П Житая По Д П Итая Переосталось Написать Что будет Слева А слева Будет Так Тут Стоит Д Ку Итая И С Зависит От Ку Маленьких И Ку Больших Ну а Также От Времени Поэтому Мы Можем Написать Что Поскольку П Большое И Ку Большое Считаются Независимы То Я могу Написать Что Это Есть Д Д2 С По Д Ку Житая По Д П Итая Ну а Теперь Расписываю Это С тем Учетом Что Ку Итые Маленькие Зависит От П Больших Тогда Получаю Сумма По К От Единицы До Н Д2 С По Д Ку Житая По Д Ку Кт Д Ку Кт По Д П Ит Вот Что Получается Так Перепишем Это Выражение Значит Что мы Теперь Подставим Это Вот Сюда Так Подставим Это Вот Сюда И Напишем С Д Аж По Д П Ит Равно Сумма По Ж От Единицы До Н Минус С Д П Житая По Д Т Д Д Ку Житая По Д П Ит Это Первая Сумма Она Пока Пошла Без Изменения Плюс Сумма По Ж От Единицы До Н Сумма По К От Единицы До Н Д Д 2 С По Д Ку Житая По Д Ку Катая Д Ку Житая По Д Т Д Катая По Д П Итому Вот Что Получается Теперь В Первой Сумме Я Изменю Индекс Суммирования Там Идет Суммирование По Ж А я Его Изменю На К И Напишу С Д Аж По Д П Итому Равно Сумма По К От Единицы До Н Минус С Д П Катая По Д Т Д Ку Катая По Д П Итому Плюс Сумма По Ж От Единицы До Н Вторую Сумму Не Меняю Сумма По По К От Единицы До Н Д Д 2 С По Д Ку Ж По Д К Катая Д Ку Ж По Д Т Д Катая По Д П Итому Вот Что Получается Мы Видим Что Там Где Ведется Суммирование Пока Там Сочетание Вот Это Д Ку Катая По Д П Ит Одинаковое Здесь И Здесь Поэтому Я могу Написать Поэтому Я могу Написать С Д Аж По Д П Ит Равно Сумма По К От Единицы До Н Квадратная Скобочка Минус С Д П Катая По Д Т Плюс Сумма По Ж От Единицы До Н Д Дова С По Д Ку Ж По Д К К Т Д К Ж По Д Т Так Скобочка Квадратная Закрывается И Остается Еще Д К К Т По Д П Ит Вот Что Получается Вот Что Получается Теперь Первое Выражение С Д П К Т П ДТ Мы Найдем Продифференцировав По Времени Вторую Группу Соотношений Три ДС По Д К К Т Равно С П К Т Тогда Д По ДТ От С П К Т Равно Я напишу От Минус С П К Т Потому что Здесь Сразу Минус Равняется Д По Д Т От Минус Д С По Д К К Т Согласно Второй Группе Соотношений Три Равно Поскольку мы Дифференцируем По времени Значит Надо Написать Все Входящие Сюда Выражения Пишем Минус Д Д Д С По Д К К Т По Д Т Это Частная Производная По Времени Минус Сумма По Ж От Единицы До Н Д Д С По Д К К Т По Д К Ж Т Д К Ж Т По Д Т Это Производная По Старым Координатам Минус Сумма По Ж От Единицы До Н Д Два С По Д К К Т Д К Ж Т Д К Ж Т По Д Т Вот Что Получается Вот Что Получается Ну С учетом Этой Формулы Подставляя ее Внутрь Квадратной Скобочки Можем написать С Д Х По Д П И Т Равно Сумма По К От Единицы До Н А здесь Все Вот это Минус Д Д Д 2 S По Д К К По Д Т Минус Сумма По Ж От Единицы До Н Д 2 S По Д К К К По Д К Ж Д К Ж По Д Т Минус Сумма По Ж От Единицы До Н Д2С по ДККТ, ДКЖТ, ДКЖТ большое по ДТ. Это мы расписали только вот первое слагаемое. Поэтому сейчас мы к нему добавим плюс, так, плюс сумма по ЖИ от единицы до Н. Д2С по ДКЖТ, по ДККТ, ДКЖТ по ДТ. Так, и скобочка на этом закрывается, и тут мы пишем ДККТ по ДПИТ. Вот что получается. Поглядим внимательно на то, что получилось, и увидим, что одна из сумм вот здесь вот сокращается. Вот что получается. Таким образом, можем переписать, с учетом этого сокращения, можем переписать выражение следующим образом. С, ДН по ДПИТ равно минус сумма по К от единицы до Н, сумма по ЖИ от единицы до Н. Так, Д2С по ДККТ, по ДКЖТ. ДККТ по ДПИТ, ДКЖТ по ДТ. Вот так преобразуется, вот так преобразуется, вот так преобразуется первое из выражений оставшихся. И второе. Минус сумма по К от единицы до Н, Д2С по ДККТ, по ДТ, ДККТ по ДПИТ. Теперь нам нужно понять, что представляют собой эти коэффициенты, чтобы дальше упростить найденное выражение. Давайте посмотрим. Я сотру одну из предыдущих строчек и вместо нее напишу следующее. Вот рассмотрим на этот раз первую группу соотношений тройка. И напишем, ДПИТ по ДПЖТ по ДПИТ. Равно ДПОДПИТ от минус, в силу этих преобразований, ДС по ДККЖТ. Координаты К большие не зависят от П. Координаты новые, координаты и новые импульсы все независимы. А вот старые координаты от импульсов новых зависят, как мы предполагаем. Поэтому данное выражение может быть переписано следующим образом. Минус сумма по К от единицы до Н. Д2С по ДКЖТ большое. ДККТ маленькое. ДККТ по ДПИТ. Взглянем внимательно и увидим, что это в точности вот это выражение. Вот этот коэффициент. Вот этот коэффициент. Что же это означает? Что же это означает? Что этот коэффициент, если суммировать по К, это в точности, это в точности производная ПЖТ по ПИТ. То есть это равно либо 0, когда И не равно Ж, либо 1, а точнее минус, прошу прощения, действительно 1, когда И равно Ж. Коэффициент с минусом, так же, как и здесь. Таким образом, этот коэффициент равен единице, только когда И равно Ж. А это означает, что мы можем первую вот эту вот двойную сумму переписать очень просто. и написать ее в виде и написать ее в таком виде. Значит, СДН по ДП и тому равно только что мы получили, что вот эта сумма равна единице, когда И равно Ж. А это означает, что здесь стоит ДКУ и Т по ДТ. И минус сумма по К от единицы до Н Д2С по ДКУ КТ по ДТ ДКУ КТ по ДП и тому. А что касается второй суммы, то несложно видеть, что это частная производная Д по ДП и тому от функции ДС по ДТ. перенося данное выражение в левую часть, мы получаем ДКУ и Т по ДТ равно С ДП и тому. Д по ДП и тому от ДС по ДТ плюс С ДХ равно ДХ новое по ДП и тому. Таким образом, мы убедились, что в результате вот такой вот замены первая группа уравнений сохраняет свою гамильтонову структуру. аналогично доказывается аналогично доказывается, что ДП и Т большое по ДТ равно минус ДХ новое по ДКУ и Т. Вот что можно написать. Таким образом, если преобразование переменных задается формулами 3, то уравнения на эти переменные имеют гамильтонов вид. Ну что ж, таким образом критерии каноничности мы обосновали, попытаемся воспользоваться им при решении конкретных задач из задачника и будем находить, будем находить, будем доказывать, что соответствующая замена, предложенная в задачнике, является канонической и что и будем находить новую функцию гамильтона. Вот какая наша цель. Так, для этого вот для нас важнее всего критерий каноничности. в большинстве задач предложенных здесь задачники имеется всего две степени свободы, имеется всего одна степень свободы, одна координата, один импульс. Поэтому как действовать в ситуации всего лишь одной степени свободы. Вот сейчас мы об этом поговорим. Итак, если замена задана в виде одна координата, один импульс, значит, q равно q от p маленькая q маленькая и t p равно p от p маленькая q маленькая и t пользуемся критерием каноничности. Пишем значит критерий каноничности p dq минус c p dq плюс c h старая минус h новая dt равно и мы считаем, что замена задана в явном виде. иными словами, давайте пока оставим минус ds так пока оставим минус ds а теперь распишем дифференциал dq это dq по dp dp плюс dq по dq dq плюс в общем случае dq по dt dt dq все вот это может входить в дифференциал dq тогда умножая на p получаем p большое dq большое по dp dp плюс dt равно а вот теперь будем считать что раз замена задана в явном виде то мы подставили функцию s переменные q большое и можем дифференциал выразить соответственно через время старые импульсы и старые же координаты поэтому минус ds по dt dt минус ds по dq dq минус ds по dp dp и мы сравниваем выражения при одинаковых дифференциалах получаем при dp стоит так d s по dp маленькое равно минус p большое dq dp дп ds по dq равно приравниваем дифференциалы при dq константа p маленькая минус p маленькая dq большое по dq маленькая дп и наконец выражение при dt получаем ds по dt плюс ch плюс p dq по dt равно h новое вот что получается вот что получается отставим пока последнее вот это вот выражение для нового гамильтаниана пока его отставим в сторону нас будет интересовать первая группа соотношений нам нужно каким-то образом определить функцию найти функцию s и найти постоянную c только тогда найдя функцию s и постоянную c мы можем утверждать что соответствующая замена является канонической тогда сравниваем находим смешанные производные они должны быть равны d2s по dp по dq равно d2s по dq по dp отсюда следует так d2s по dq по dp значит c минус d по dp маленькое от p большое dq большое по dq маленькое равно равно минус d по dq маленькое от p большое dq большое по dp маленькое продолжаем продолжаем c c равно c равно dp большое по dp маленькое плюс p d2q по dp по dq минус dp по dp большое по dq по dq по dq по dq минус минус dp по dq по dq маленькое минус dp d2q по dp по dq маленькое и 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 так таким образом константа c оказывается равной dp большое по dp маленькое dq большое по dq маленькое минус dp большое по dq маленькое dq большое по dp маленькое или можно написать это так как q на p скобка пуассона функции q и p она должна оказаться равной константе константе валентности преобразования если вдруг получилось не так то тогда сразу можем говорить о том что замена канонической не является затем найдя условия на постоянную c при которых при котором замена при выполнении этих условий замена является канонической и далее найденное значение c подставляем в эту систему уравнений и пытаемся найти функцию s ну а дальше если функция s найдена подставляем замену и функцию s выражение для новой функции гамильтона гамильтона важно ее также выразить через новые координаты и новые импульсы вот основной подход вот основной алгоритм как нужно обосновывать каноничность замены и находить новую функцию гамильтона теперь все то же самое что мы тут теоретически о чем мы тут теоретически рассуждали все вот это рассмотрим на примере сотрем все оставим только критерий каноничности для системы с одной степенью свободы p dq минус константа p dq плюс c h старая минус h новая dt равно минус ds вот вот используя критерий каноничности в таком виде будем проверять на каноничность различные замены переменных итак систему с гамильтонианом дана старая функция гамильтона следующего вида p плюс q в квадрате e в степени 2 p плюс q в квадрате плюс 2 2 p плюс q p минус q e в степени p плюс q в квадрате плюс 2 p квадрат плюс q квадрат вот вот дана такая функция гамильтона ее подвергнуть следующему каноническому преобразованию так преобразование такое q большое есть просто p плюс q а p большое равно так так 2 p плюс q e в степени p плюс q в квадрате плюс 2p минус 2q значит доказать что преобразование является каноническим и найти и найти новую функцию гамильтона вот задача чтобы эту задачу решить будем пользоваться критерием каноничности будем пользоваться критерием каноничности значит что у нас тут получается в точности все как говорилось по сценарию значит ищем dq равно dp плюс dq 2p плюс q e в степени p плюс q в квадрате dp плюс 2p плюс q e в степени p плюс q в квадрате dq плюс так 2p dp плюс 2p dq минус 2q dp минус 2q dq минус минус продолжаем минус cp dq так так очень хорошо минус cp dq плюс c c h старая минус h новая dt равно значит здесь у нас полные дифференциалы старых и новых координат и импульсов поэтому пишем минус ds по dp dp минус ds по dq dq минус ds по dt dt сразу скажу функцию s мы находим подбором вот если мы нам удалось хоть одну такую подобрать после того как мы проверили что соответствующая там вот скобка пуассона константа после этого если хоть одна s найдется ну все преобразование каноническое все хорошо смотрим на то что получилось приравниваем выражение при одинаковых дифференциалах сначала при dp ds по dp равно так что тут есть при dp во первых минус 2p плюс q e в степени p плюс q в квадрате вот это выражение дальше это при dq не пойдет минус 2p тоже при dp плюс 2p плюс 2q плюс 2q плюс 2q все больше при dp ничего нету пишем что есть при dq так так минус 2p так минус 2p минус 2p плюс 2q плюс cp плюс cp в квадрате как мы действовали в соответствии с алгоритмом мы должны найти валентность преобразования c ну значит получаем приравниваем смешанные производные d2s по dp по dq равно так минус 2e в степени p плюс q в квадрате минус так теперь экспонента остается экспонентой а то что в ней то значит домножается еще на 2 и на p плюс q значит минус 4p плюс q в квадрате e в степени p плюс q в квадрате так дальше поскольку мы дифференцируем по q этого нету а вот это есть плюс 2 равно а теперь приравниваем производную должны вот это продифференцировать по p минус 2e в степени p плюс q в квадрате минус 4p плюс q в квадрате e в степени p плюс q в квадрате минус 2 плюс c вот что у нас получается вот что у нас получается вот что у нас получается что то что стоит вот я специально возьму сейчас сотру чтобы этого знака равенства не было и тогда у нас остается равенство только вот здесь эти слагаемые одинаковые стоящие слева и справа от знака равенства поэтому они взаимно уничтожатся и остается c минус 2 равно 2 откуда c равно 4 итак берем c равное 4 подставляем сюда получаем 4 минус 2 значит остается 2 так ну и наша задача теперь подобрать подобрать такую функцию s чтобы ее частные производные удовлетворяли вот этой системе уравнений я сразу по стороне напишу что c равно 4 не сложно видеть что соответствующее выражение для s имеет вид так q квадрат плюс 2 p q минус p квадрат так минус e в степени p плюс q в квадрате вот не сложно убедиться что вот такая функция s действительно удовлетворяет обоим уравнения в частных производах ну правда ds по dq маленькая 2q маленькая плюс 2p минус здесь ничего не будет а здесь минус 2p плюс q e в степени p плюс q в квадрате соответственно ds по dp 2q маленькая минус 2p минус 2p плюс q e в степени p плюс q в квадрате все удовлетворяется итак мы нашли валентность равную 4 и функцию s удовлетворяющую системе этих соотношений в частных производных тем самым мы доказали что замена каноническая замена каноническая ну что ж теперь нам нужно найти новую функцию гамильтона что мы еще на что еще нам следует обратить внимание нам следует обратить внимание на то обстоятельство что q не зависит не зависит не зависит от от t и s не зависит от t поэтому ds по dt равно нулю частные производные и dq по дт равно следовательно все что касается функции новой функции гамильтона это она выражается только через старую функцию с валентностью преобразования домноженную на через старую функцию домноженную на валентность преобразования итак новая функция гамильтона h равна c h старая равно ну и c равно 4 поэтому это равно 4 h старая равно нам нужно не просто домножить на 4 функцию h маленькая но и выразить все это потом через p q вот основная сложность нам не просто нужно 4h написать а выяснить как функция h новая выражается через p q вот это сейчас и постараемся сделать пока все выражаем через маленькие переменные через маленькие но в смысле через старые значит 4 p плюс q в квадрате е в степени 2 p плюс q в квадрате плюс 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 8 p плюс q е в степени p плюс q в квадрате p минус q плюс 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 8 p квадрат плюс q квадрат плюс q вот что получилось предумножение на предумножение на 4 предумножение функции h на четверку мы можем написать это в таком виде так 2 p плюс q е в степени p плюс q в квадрате в квадрате это первое слагаемое плюс удвоенное произведение дальше идет p минус q дальше идет я напишу так значит удвоенное произведение на 2 на p плюс q е в степени p плюс q в квадрате но здесь 8 а тут 4 поэтому на 2 2 на p минус q так и плюс 8 p квадрат плюс q квадрат заметим что вот эти два выражения они очень хорошо подходят вот под п большое в квадрате в квадрате квадрат первого удвоенное произведение первого на второй не хватает только квадрат второго вот это мы пока и напишем равно p большое в квадрате минус 4 p минус q квадрат в квадрате в квадрате плюс 8 p квадрат плюс 8 q квадрат вот этот вот остаточек выраженный через п маленькая q маленькая преобразуем p квадрат минус 4 p квадрат плюс плюс 8 q минус 4 q квадрат плюс 8 p квадрат плюс 8 q квадрат квадрат равно p в квадрате плюс 4 p квадрат плюс 8 p q плюс 4 q квадрат равняется p квадрат плюс 4 p плюс q в квадрате равно и вот наконец p квадрат плюс 4 q в квадрате итак мы уже написали замена каноническая допишем сюда новая функция Гамильтона равна h новая равно p квадрат плюс 4 q квадрат что можем сказать что это вообще такое что за механическая система описывается такой простой функцией Гамильтона это есть не что иное как гармонический осциллятор кто мог подумать что вот за такой сложной функцией Гамильтона скрывается всего лишь гармонический осциллятор если правильно сделать правильную каноническую замену ну действительно мы можем написать что p с точкой равно минус dh по dq равно 2p в квадрате затем дифференцируя повторно дифференцируя второе соотношение получаем q2 точке равно 2p с точкой равно 0 минус минус 16 q так или q две точки плюс 4 в квадрате q на q равно нулю то есть q равно c1 синус 4t плюс c2 косинус 4 элементарно находится решение уравнение Гамильтона в ситуации когда у нас вот так устроена новая функция Гамильтона